Здравствуйте, я Алексей Коноплёв, это программа Репортеры. Как обычно, у нас самые необычные новости. Самара приняла участие во всероссийском проекте Кросснации 2016. Вместе с жителями еще 85 городов самарцы в этот день решили вкусить здорового образа жизни. В качестве главного блюда здоровой спортивной кухни выбрали бег на довольно-таки серьезные дистанции. Кто и для чего этот праздник бег организует, вы обязательно узнаете из других телесюжетов. Репортер же решил копнуть поглубже, вызнал у горожан секреты крепкого самарского здоровья и выяснил, как далеко жители города готовы зайти и забежать ради молодости и красоты. Участники Кросснации 2016 мчатся навстречу рекорду исключительно личному. Задача преодолеть себя и сделать это. Прийти к финишу первым, вторым или просто прийти. В толпе бегущих к победе несется и репортер. Сложно не вдохновиться этой атмосферой, когда вокруг столько энтузиастов. Мы, конечно, бутро гантели не подтягиваем, но занимаемся, упражнения делаем. Я, например, упражнения делаю каждый вечер. На раз-два разминаются, растягиваются, расслабляются. Подруги, не разлей вода. Сегодня они рука об руку, нога об ногу, спешат к новым победам. Их секрет, чтобы к финишу приближать первым, нужно к старту прийти пораньше. И пока самарские зожники лишь на подходе к поляне, девчонки уже наготове. Мне родители с детства как-то старались привлечь спорт к спорту. Так что я с семьей сначала ходила на гантастику, потом забросила. Ну и потом с мной захотелось чем-то заняться. Любой рожденный ходить, бегать здесь точно может организаторы акции Кросснации. Это с далекого 2004-го. Всем доказывают. Раз в год в сентябре беговая эпидемия охватывает всю Россию. В этом году аж 85 регионов разом. Самара не отстает. На выбор дистанции от 1 до 12 километров. И целый вал номинации. Пока репортер встречает прибывающих бегулов, подруги уже скрываются в толпе. Народы тьма. Но эту команду не заметит только ленивый. Парни наперебой спорят о самом главном. В их возрасте для победы главная тактика. У настоящих спортсменок секретов победы тоже в избытке. Но они по-бойцовски все их умалчивают. Ученицы школы Олимпийского резерва на кросс ехали по зову сердца. Они-то уж точно знают. Если бежать, то далеко и недолго. Сколько вы можете пробежать? Сколько готовы пробежать без усталости? Сколько? Ну, километров 15 точно можем. Ну, просто если сихо, спокойно бежать. Да, чего нет. Всего за час у стартовой черты кросса нации в Самаре выстрелилась толпа из почти 7 тысяч спортсменов. По всей области к старту вышло и того больше около 20 тысяч. Это и целые школьные классы, и студенты вузов, и работники заводов. Спортсменов из них едва больше половины. Но, как говорят сами бегуны, вышли они не зря. Спорт – это борьба. Потому что, как говорят, жизнь – борьба. И все это идет, идет, идет. И ты стремишь к чему-то новому ради спорта и ради всех. Сколько бы ни были готовы бежать эти спортсмены, сегодня один рекорд на всю страну они уже точно поставили. Центральное событие кросса по всей России – массовый забег участников. Это сложно, но можно. Когда в спину тебе дышат не соперники, а товарищи, от старта до финиша становятся будто рукой подать. Если сегодня самарцы смогли сообща дойти до победы, то и в 2018-м обязательно смогут. В общем, бегите, самарцы, бегите за здоровьем. Это все на сегодня. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпания «Губерния». Будьте здоровы!